Великие пророки Библии Их называли большими пророками – Исайя, Еремия и Иезекииль, авторы самых больших книг священного писания, трудных для понимания современному читателю, но без которых настоящий облик Библии невозможен. Пятая передача «Еремия. Пророк-страдалец». Несмотря на отсутствие общей структуры книги пророка Еремии, такой же, как у Исаии, у Иезекииля, в этой книге все равно есть очень важный идейный и литературный центр. Он находится в 31 главе, в 31 стихе, где сказано «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет». Этот стих является, пожалуй, самым цитируемым стихом из книги пророка Еремии в христианстве. На основании этого стиха делаются выводы о том, что Бог имеет намерение отменить полностью Ветхий Завет и использовать только Новый Завет. Под этим подразумевается очень часто главенство книг Нового Завета над книгами Ветхого Завета. Вот почему для нас важно разобрать эти высказывания пророка в контексте. Действительно, книга пророка Еремии, начиная с 25 главы, очень много говорит о двух противоположных действиях, которые собирается сделать Господь. Во-первых, Бог предсказывает то, что израильский народ уйдет в плен. Однако же Бог говорит о возвращении плена своего народа. Господь желал, чтобы народ израильский покорился царю Вавилонскому, и тогда он был бы избавлен от плена. Однако при царе Ихонии это не произошло. Его отец Иоаким не послушался пророка Еремии. За такие слова пророка Еремию готовы были предать смерти. И когда войска царя Вавилонского вторично приступили к стенам Иерусалима, исполнилось пророчество, которое Еремия сказал от имени Бога раньше. Царь Иоаким умер, его кости были выброшены за ворота города, А вот когда Навуходоносор вошел в Иерусалим, потому что сын Иоакима, Ихония, сдался, то уже ситуация была другой. Навуходоносор взял много народа иудейского и увел с собой в плен. Это пленение было намного более многочисленным, нежели первое, 605-го года, когда ушли только высшие дети высших элитных слоев Иерусалима, царские дети, священнические. Здесь же вместе с Ихонией ушли не только элита, но и ремесленники, воины и другие представители про-ирусалимлян и всех иудеев. Однако Еремия пишет письмо, уведенным в плен, и передает его. Именно благодаря этому письму, скорее всего, Еремию там уже в пленные признают пророком. В своем письме Еремия опровергает лжепророчества, которые раздаются-то там-то здесь, подбадривая уведенных в плен и говоря им, «А, вы скоро вернетесь!» Еремия говорит в 29-й главе, «Берите жен, рождайте сыновей, стройте дома и живите в них, разводите сады, заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, и тогда вам будет мир. Бог продолжает призывать свой народ к покорности, чтобы его дети все-таки вняли его наказанию и приняли его должным образом. Но Господь продолжает любить своих детей. И как об этом было сказано неоднократно уже здесь, в книге Второзакония нам говорится, что Бог после исполнения всех проклятий, которые падут на Израиль за нарушение завета, все равно протянет к ним свои спасающие руки. И вот в следующей главе, 30-й, начинается новое пророческое изречение Еремии. Оно простирается в 30-м и 31-м главах книги, где Господь говорит в 3-м стихе, «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я возвращу из плена народ мой Израиля и Иуду, говорит Господь, и приведу их опять в ту землю, которую я дал отцам их, и они будут владеть ею». Именно в этой пророческой поэме используются также слова, записанные в 31-й главе 8-м стихе. «Я приведу их из страны Северной и соберу их с краев земли». Очевидно и однозначно понятно, что Бог говорит здесь о возвращении Израиля из вавилонского плена. Бог говорит здесь о прощении Израиля. Бог говорит здесь о том, что Израиль был уведен в вавилонский плен за свое идолопоклонство. Это существенно отличается от современной ситуации. Дело в том, что действительно, в 70-м году нашей эры уже был разрушен храм в Иерусалиме римским императором Веспасианом и его сыном-полководцем Титом. Однако, разрушение храма очень часто неправильно интерпретируют, особенно в христианстве. Многие христианские богословы говорят так. Бог наказал Израиль за то, что они не приняли Иисуса, и поэтому храм был разрушен. Это, конечно, интересное утверждение. Что же получается? И если бы все иудеи приняли Иисуса, то что, храм с его священством и жертвоприношением продолжал бы стоять и по сей день? Это абсурд! Разрушение храма было, во-первых, являлось естественным процессом, благодаря которому началась новая фаза плана спасения, просто потому, что храм в Иерусалиме после голговской смерти Иисуса выполнил свою символическую задачу, которую он решал на протяжении 1400 лет. Во-вторых, разрушение храма в Иерусалиме было следствием определенных политических явлений в иудейском обществе, никак не связанных с идолопоклонством. Более того, рассеяние иудеев по всему миру не наступило сразу же после разрушения храма Титом в 70-м году. Было несколько событий, которые привели к тому, что евреи потеряли свою историческую родину. Первую очередь – это восстание Баркохбы в 130-м году н.э. А затем указы императора Константина уже в IV веке н.э., объявляющие Палестину, так уже римляне назвали эту землю, специально для того, чтобы поиздеваться над еврейским народом. Мы уже говорили, Палестина происходит от имени филистимлян, злейших врагов Израиля. Император Константин объявляет эту землю святой землей, выселяя оставшихся евреев на территории Иудеи и Галилеи. Эти события – разрушение храма Новохудоносором и разрушение храма Титом – являются абсолютно разными по своей природе. Поэтому ни в коем случае вавилонское пленение – это конкретное действие Новохудоносора, который насильно увел иудеев в Вавилон и поселил их там, и они жили там 70 и более лет. И рассеяние евреев на протяжении средних веков по всему миру – они не идентичны, их невозможно сравнивать. Говоря же о возвращении из-за вилонского плена, Бог проявляет великую милость к своему народу и желает дать ему второй шанс. Интересно, как сказано в 31 главе и 15 стихе. Так говорит Господь. Голос слышен в раме, плач и горькое рыдание, «Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, о детях своих, ибо их нет. Так говорит Господь. Удержи голос твой от рыдания, глаза твои от слез, ибо есть награда за твой труд, говорит Господь, и возвратятся они из земли неприятельской». Чувство Господа уподабливается последним дням жизни Рахили, когда Рахиль, рождая второго своего сына, в Ефрафе, это же Рама, возле Вифлеема, умерла от кровотечения. Бог так чувствует себя, испытывая такую боль по потере своих детей, поэтому Он желает их спасти. Эти же слова использует Матфей, показывая, как Ирод и Думеянин дает приказание убить малолетних детей Вифлеема, дабы избавиться от своего конкурента, рожденного там, царя Иудейского. И вот почему Господь говорит, что Он готов дать Израилю второй шанс. Он готов заключить с Израилем Новый Завет. Очевидно из этого текста, что речь не идет о написании новой книги. Скажу больше. Слова Ветхий и Новый Завет появились для обозначения частей Библии только в IV веке н.э. Впервые слово Ветхий Завет употребил один из отцов церкви, церковный историк Евсевий Кисарийский. Однако здесь не идет речь о книгах. Здесь речь идет о Завете между Богом и Его народом. Когда Иеремия начал писать свою книгу, в самых же первых главах он говорил о нарушении Завета и о разводном письме, задавая риторический вопрос, «Может ли женщина, которой выдал муж разводное письмо, которая вышла замуж за другого мужа, снова вернуться к первому?» По закону нет. Но Бог говорит Израилю, «Хоть ты и был неверен мне, однако же возвратись ко мне. Я снова буду сочетаться с тобою. Я заключу с вами новый Завет. Я дам второй шанс». Чем этот Завет отличается? Не такой Завет, который я заключил с отцами в день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот Завет они нарушили. Именно об этом говорит вся предыдущая глава книги Иеремии. О нарушении Завета, о духовном прелюбодеянии, о неверности Израиля. Но вот Завет, который я заключу с домом Израиля. После тех дней, говорит Господь, «Вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его». Что происходит? Что за вкладывание закона во внутренность их? Давайте посмотрим, как эти слова интерпретируются апостолам в послании к евреям. Потому что, если вырвать эти тексты из контекста, то можно понять слова апостола с точностью да наоборот. 13 стих 9-8 главы послания к евреям говорит, «Говоря, новый показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению. На основании этого текста, этого стиха делается вывод, что все, о чем говорят книги Ветхого Завета, они такие ветшающие и должны быть уничтожены». Сделаю одно замечание. Никогда в жизни, мы уже говорили, нигде в Священном Писании не сказано, что Тора, пророки, псалмы называются Ветхим Заветом. И Иисус дает определение и название священным книгам еврейского Писания. В книге Евангелия от Луки, 24 глава, 44 текст, он прямо говорит, «Всему надлежит быть написанному обо мне в законе Моисеевом, в пророках и псалмах». И Иисус называет трехчастный еврейский канон, который признает как авторитетный. Именно так иудеи называют Священное Писание. Аббревиатурой Танах. Тора, Невиим, Китувим. Тора, пророки, Писание. Что же такое здесь Ветхий Завет? Девятая глава послания евреям дает нам ответ. После того, как апостол здесь процитировал нам пророка Еремею в 8 стихе, 9 и 10, 8 главы послания к евреям, дальше он дает объяснение. Первый Завет имел постановление о богослужении и святилище земное. Вот оказывается, что имеется в виду под Ветхим Заветом. Это земное святилище. Тогда становится сразу понятно, что означают слова «вложу закон мой в сердца их». Дело в том, что, согласно написанному в книге второзаконие, после того, как Моисей завершил написание своей книги закона Торы, Бог повелел положить ее в храме подле Ковчега. Еще ранее на горе Синай Бог повелел высек и своим собственным перстом написал на двух каменных скрижалях свой десятисловный закон и повелел впоследствии Моисею положить его внутрь Ковчега. Вот где, согласно Ветхому Завету, находился закон. О чем говорит Еремия? Еремия говорит о том, что, согласно Новому Завету, закон будет не на каменных скрижалях, не во святом святых храма, а в сердце человека. Апостол Павел в первом послании Коринфянам 3 глава говорит однозначно, «Разве не знаете ли вы, что вы – храм Божий?» Иными словами, вот что происходит, когда Бог заключает Новый Завет. Происходит трансформация понятия «храм». Храмом становится сердце каждого верующего, куда поселяется слава Божья в виде Святого Духа. В отличие от храма, в котором находилась слава Божья и обитала над Ковчегом. Вот почему теперь Бог вкладывает свою Тору в сердце всякого верующего. «Именно об этом говорил и Иисус, когда беседовал с самаритянкой, которая спросила его о истинном месте поклонения. Иисус говорит ей, Евангелие от Иоанна 4 глава, «Наступает время и настало уже, когда не на вашей горе и не в Иерусалиме будут поклоняться Отцу, но истинные поклонники будут поклоняться Богу в Духе и Истине». Вот в чем заключается принципиальное отличие между двумя заветами. Бог не меняет своих принципов. Бог не отменяет книги, которые Он повелел написать рабам своим пророкам. Но Бог меняет местонахождение Своей славы и Своего закона. Из определенной географической точки Слава Божья перемещается в сердце верующего. Именно об этом говорит Еремия. И тогда становится понятно то пророчество, которое не исполнилось у пророка Исаии ни в точности, ни полностью. Мы говорили о том, что в последних главах своих пророк Исаия говорит о том, что весь мир придет каждое новомесячье, каждую субботу на поклонение на святую гору Его в Иерусалим, но при этом в Иерусалиме все равно хоть и до 100 лет будут доживать старики, но все-таки умирать. Это Исаия пророчествует в рамках Ветхого Завета. Центром Ветхозаветной проповеди является Иерусалим. К нему все стремится. Но Еремия, продолжающий дело Исаии, говорит о новом качестве, говорит о новом завете, где уже не будет Иерусалима как центра Вселенной, центра поклонения, но будет поклонение в духе и истине. Ветхий Завет по своей стратегии является центростремительным. Бог строит свое теократическое государство в центре мира для того, чтобы привлечь весь мир туда. Новый же Завет обладает центробежной динамикой, где Бог духом святым поселяется по всему миру в сердцах всякого верующего в Него. Редактор субтитров А.Семкин